Ясно. Вот смотри, давайте переобсудим еще несколько вопросов. Вот Молдова, да, они как-то заговорили, Майя Санду была в Варшаве, до этого президент Зеленский предупреждал о планах Москвы по дестабилизации Кишинева. Ну, все это. Пребьер Молдовский заявил, что хотят захватить аэродром. Хотят захватить аэропорт. Но это вообще не новость, что Москва хотела бы захватить Молдову после Украины. Это вообще и так понятно. Но есть некоторый аспект, который, а он отразился в пабликах пропагандистов, относительно будущего, послевоенного, возможно, а может еще и в течение, таким образом, что, значит, в принципе, Молдова по освобождению от оккупации, как бы, следующая мишень. Я имею в виду по освобождению от оккупации российской, Приднестровья. Насколько ты видишь здесь продолжение в случае победы войны или в течение этой войны? Давайте обратимся к самому премьер-министру. Он же же, нам дельник не говорит, что ему хочется, скорее всего, правильно? Он сказал, что российские войска должны быть выведены, регион демилитаризированы, присоединены к Молдовии. Мы же понимаем, какого масштаба эта заявка, правильно? Да, конечно. Это политическая программа. Это очень сильная история. И перспективы нарисовали четко. А мы понимаем, что после того, как это произойдет с Приднестровьем, оно может это взять и произойти, то, как бы, а что там Абхазия и Южная Осетия? Например, как их судьба? А там следующий вопрос после этого. А Беларусь вообще-то? Мало ли, там Кавказ вообще, как Центральная Азия? Туда-сюда. И если ты 93% собоязненно бездарно и безперспективно держишь в одном конфликте в Украине, то начинают резвиться все попереки. Понимаешь, у тебя тупо нет, даже физически нет военной силы, даже если бы очень хотел вмешаться в это дело. И все. Ну, а кроме этого, Приднестровь, в идеальной ситуации, находится Украина рядом, которая, если попросят политические власти, то есть Украина, на твой взгляд, это только твое личное мнение, в случае, допустим, победы в войне, может помочь Кишиневской власти? Она может помочь в тот момент, когда попросят Кишиневскую власть. А если пользуются завтра? Не бросили, наверное. Тут же, это же президент Зеленский сказал, что если, по-моему, мы всегда готовы помочь. Да, он это сказал. Молдова, да, Молдова созреваемое государство. И оно решает, кого просить, кого не просить. Тут никаких сомнений и двочтений быть не может. Только с решением молдовских властей. Нет, когда чьи... Поможем Молдове. И это надо подчеркнуть. Но то, что мы имеем возможность и условия, так это уже создано. Это вообще не вопрос. Ну, вот смотри. Вот там, это граница Одесской области. И всегда, особенно в первоначальный период войны, были опасения. Там вроде 3000 находятся военнослужащих российских. Вроде. 1800. Ну, хорошо. Кто что говорит? Там колбасные склады пресловутые, эти вечные колбасные. Значит, украинские силы, как могут быстро ликвидировать вот это все? Я не умею щелкать пальцами правой руки сейчас. Ну, так. То есть, за сутки это можно решить? Ну, сутки. Сутки или трое. Это же не вопрос. Ну, они же не будут сопротивляться. Они же как бы оторваны. Это же... Ну, пусть посопротивляются. Ну, это чистое же окружение. Это просто раз и нет. Ну, может, они герои. Потому что они посопротивлялись. Ну, поста... Ну, поста... Посопротивлялись. Некоторые времена. Кто поумнее поднимет руки, кто не поумнее. Там будет последнее сопротивление. Жизнь. Что, намет саскаться будет, что ли? Враг не сдается. Саскаться никто не будет. Война идет тут вообще не до... Не до саскаться. Это же очевидно. То есть, ты думаешь, что это может даже произойти и без... Хочу его ждать, а когда окончание войны. Наоборот, он... Ну, я не знаю. Удобно. Симулирует как-то. Да, ну, удобно. Все логично. Опять же, в ответ на агрессивные планы по захвату. Они же пытаются дестабилизировать обстановку. Правильно. Это же не вы с тобой придумали. Это заявляют президенты. Это заявляет, что президент Байден, который сказал, что наша поддержка территориальной целостности, суверенитета, безопасности Молдовы безоговорочно. Он же заявляет. Да. Заявляет о Баршаве. А почему он заявляет? Потому что сам туда прилетел. Там прилетела, наверное, не случайно, потому что, видимо, оговаривались эти вещи. Ну, так это же не досужие размышления арестующих Федина. Это заявление первых лиц в державах. Суверена держава Молдовы, США, на секундочку, Украина и так далее. Там и Румыния. Там много чего. Да, Румыния. Премьер-министр, они, наверное, знают. Могласно питать агрессивные планы. Хотите развязать войну. Но бывают такие вещи, как превентивное действие. Правильно? Ну, все. То есть, можно это... Приднестровье же на украинской стороне Большой реки. Правильно? Да, конечно. Для Молдовы это проблема, потому что им нужно будет форсировать реку. Это очень сложная история. Ну, да. Украинцы ничего не форсируют. Нам гораздо проще. Да, это, конечно. Мы дружественная, дружественная страна. Глубоко дружественная Молдовия страна. Мы являлись 17, больше 17, сколько лет? Членом административных участников этого регулирования. У нас позитивный опыт там есть. Мы всегда были беспристрастны. И если для нас... Если для нас... Если нас попросят, то... Говорю хоть сейчас на лицо. То не вижу, почему бы нет. Тем более, что это скорлаппозит. Видишь, как это же... Это что-то новое, так сказать. Это же просто как... Ну, где-то... Ваш покорный слуга с этой идеей носится очень давно. Вот сейчас мы это все сказали. А в Москве сейчас у кого-то защемил яичко. Понимаешь, они сейчас сразу... А что будем делать? Скажи, как они могут туда высадить дополнительный десант? Или какие-то... Никак. Вообще не пройдут. Они не пройдут вдоль побережья нашего. Нет. Хорошо. А авиационная поддержка какая-то возможна? Какая авиационная поддержка нахрен разбиваемся. Сунуться никто не может. Если бы у них была возможность проводить какие-то операционные пассаны, они бы их проводили. А сейчас у нас самолеты? Вообще из России летают туда вот к ним? Какие? В Молдову прилетит самолет полный людей с вооруженных газовов? Как их молдовская авиационная полиция? И положит и полиция. Может, они не знают под видом пассажиров? Не, ну а как? Так вот никак. Надо забывать, что у Молдовы есть свои силы безопасности. Сейчас учения проводят там активно. А как еще они могут добраться до Приднестровья? Российские войска? Российская техника? Никак в том-то и дело. Вообще никак. Не, может быть, отчаянная попытка. Ну, ты позбивай. Ну, средства есть, да. В связи с этим мысль интересная. То есть, мы можем стать свидетелями очень даже скоро. Но я тоже знаю. Я сторонник игры через всю шапотную доску. Широких красивых жизней. Интересно, интересно. Да, я как-то даже не думал. Я думал, что дождутся конца войны, а тут как-то... А зачем? Да чем? Вот тебе конкретный повод. Вы попытались стабилизировать обстановку и захватить, сместить правительство в суверенном государстве. Мы же понимаем, что никакой российский десант один бы не решил. Это же задействовать нужно было и силы, которые российские предоставили. Которые маршин бы пошли на встречу. Потому что десант любой хорош, только когда к нему подходят своевременные наземные силы. Но если вы эти планы питаете, эти планы доказаны, верифицированы, так ответ на план агрессивной войны, какой ответ? Развязывание агрессивной войны. Какой ответ должен быть у суверенного государства? Простите. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok